Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к пятой главе послания апостола Павла к римлянам. Пятая глава – одно из таких насыщенных, концентрированных мест в Священном Писании, где на крохотном пространстве 20 стихов апостол говорит некоторые абсолютно грандиозные мысли, исключительно важные для нашего вообще понимания того, что значит верить и что значит быть христианином. В предыдущей главе Павел говорил о том, что для него вера – это доверять, тому, что Иисус умер за тебя, и доверять тому, что через воскресение Иисуса Бог оправдывает твое существование. Вот это доверие. Я об этом с таким пафосом говорю, потому что на самом деле, понимаете, мы уж очень часто, если не вовсе всегда, под словом вера, в результате разных исторических курьезов стали понимать предположение, или принятие без доказательств предположения о том, что Бог существует. Да это не вера никакая. Это вообще очевидно. В первой главе послания к Римлянам Павел пишет о том, что на самом деле вот это вот невидимое и божество его через рассматривание творений видимо. Тут никакой веры, никакого усилия, интеллектуального, духовного, растения никакого не требуется. Хотя правду сказать Павел и сам приложил, если так можно выразиться, руку к подобного рода взглядам, когда он говорил про уверенность в невидимом, его он, может быть, не идеально сформулировал, и его поэтому легко было бы неправильно понять. Но, тем не менее, повторю, сегодня мы часто думаем, что вера – это значит бездоказательно считать, что Бог есть. Это не вера, это банальность на самом деле с точки зрения апостола Павла. Да кто бы сомневался, посмотри вокруг. На то, как устроен мир, на звездные миры или на, не знаю, там, глубины клетки или мозга. Нет, для апостола Павла вера – это доверие и упование на то, что во Христе Иисусе Бог оправдывает тебя, дает тебе новую жизнь, дает тебе другую жизнь, делает тебя способным совершать то, что Павел называет добрыми делами или делами закона. И вот он говорит в пятой главе, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Он уже упомянул, что мы не сможем оправдаться тем, что мы сделали что-то хорошее. Во-первых, потому что мы делаем далеко не только хорошее, а во-вторых, вообще перед делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. Мы оправдываемся только нашим отношением к нему, личным отношением. В самом начале, в первой главе Павел говорил о том, что язычники сломались на том, что не благодарят Бога, не славят Бога, не принимают его владычество над миром. И вот, собственно, в этом все и дело. Значит, для Павла вот это отношение к Богу, благодарность, принятие Бога как того, кто оправдывает твое существование, вот это вера. И благодаря ей, он говорит, у нас есть мир с Богом, потому что мы получаем через Христа некоторый доступ к тому, что Бог нам дает. Мы можем надеяться. И дальше, в пятом стихе, Павел говорит о том, что любовь Божья излилась в сердца наши, духом святым данным нам. Значит, картина, мысль, идея апостола Павла заключаются в том, что доверяя Иисусу Христу, мы получаем с Богом мир. И теперь эта любовь Божья присутствует в нас самих, духом святым данным нам. Там ведь, понимаете, для апостола чрезвычайно важно, что он говорит о духе человеческом, о личности человеческом, о сердце человека. Немножко путаясь в терминах, потому что иногда он это называет духом, иногда он называет это сердцем. А иногда он говорит просто «мы» или «я». И вот эта любовь Божья изливается в сердца наши духом святым. Таким образом, оправдание для апостола Павла оказывается возобновлением связи между человеком и Богом. Вот какого-то такого соединения, которое является плодом Духа Святого. Дальше Павел пытается еще и еще раз объяснить эту свою мысль, видимо, не будучи довольным ни одной из формулировок, не будучи довольным, по крайней мере, до конца. Поэтому, собственно, он и пытается несколько раз по-разному одно и то же сказать. И вот он говорит, следующий, шестой стих, потрясающе важный, я бы сказал, забытый христианами. Павел говорит, «Христос, когда мы были еще немощны, умер за нечестивых». И дальше продолжает он. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Огромное количество усилий христиане почти всех любых времен тратят на то, чтобы Богу понравиться. Думая, что если ты будешь там что-то не то делать или не делать чего-то, то, ну, Бог там тебя встряхнет и скажет, «Нет, это нехорошее, давайте его в ад». Ну, такие всякие лживые и клеветнические на Бога картинки, вроде Моэтарства Блаженной Феодоры. Понимаете, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Понимаете, вот этим Бог являет свою любовь к нам. Христос, когда мы были еще немощны, умер за нечестивых. Вот что с огромной легкостью забывается, а что на самом деле для Павла самое важное. Павел потрясен всю жизнь, каждый день своей жизни, потрясен тем, что мы нечестивые, а Бог умер за нас, чтобы нас оправдать, чтобы нас вернуть себе, чтобы самому стать нашим оправданием, не тем, что мы будем в муках и корчах какие-то подвиги совершать. Павел говорит, да никакими подвигами закона не оправдается перед Богом, никакая плоть. Вот то важно, говорит он, и то потрясающе. И это, говорит апостол, становится источником ежедневного счастья и любви к Богу и радости. О Боге Спасителе, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть решение спасти нас, решение оправдать нас на суде, Бог уже принял. Оно уже есть, оно уже определяет место человека в мире и суть человеческой жизни. Вот, может быть, самое потрясающее, что апостол Павел говорит в пятой главе, а может быть, и во всем послании к римлянам. Мы оправданы кровью его, и поэтому спасаемся им от гнева. Им, не тем, что мы смогли совершить, добиться, сумели там, знаете, как штангисты, долго тренируются для того, чтобы поднять какую-то там вот штангу с немыслимым весом. И подняв ее, могут гордиться собой. Ах, какие, какой там я молодец, сильный. Нет, Павел говорит, не этим будем хвастаться, не тем, что мы сумели, не тем, что нам удалось, не тем, что мы какие-нибудь экзотически восхитительные подвиги насовершали, а кровью его мы спасаемся, которая уже пролита. Мы оправданы его кровью. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Не потому, что мы стали хорошими, и даже не потому, что мы обещали стать хорошими, а потому, что таков Бог, таково сердце Божье. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И вот апостол говорит о том, что мы оправданы не своими трудами, не своими действиями и делами, а его кровью. И поэтому спасаемся им от гнева. И если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью сына его, примирились с Богом благодаря, в результате смерти Иисуса Христа, говорит апостол, тем более мы спасемся жизнью его тем, что то, что он воскрес, станет для нас спасением, станет для нас новой жизнью и собственным источником оправдания. И мы через Иисуса Христа получили ныне примирение. И это еще одна формулировка апостола Павла, что же такое вера в Иисуса Христа. это примирение с Богом, которое мы получаем, будучи грешниками, потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Во второй половине пятой главы апостол обращается к теме, которая ему, по-видимому, близка и понятна, а читателю его скорее нет, чем да. Он говорит о грехе, о даме, смерти, о том, что позднейшее богословие любят называть первородным грехом. И вообще говоря, для современного читателя рассуждение очень трудное и очень неочевидное. Да, поскольку это не единственное вообще, что на эту тему говорит Священное Писание, мы можем спокойно относиться к этому факту. Вот апостол в данном месте послание к римлянам во второй половине пятой главы говорит о том, что грех вошел в мир одним человеком. Он говорит об Адаме. Ну и у него некоторая в голове историческая картина. Адам, рай, поступок Адама и Евы, изгнание и дальше вот череда поколений. Вот он говорит о том, что смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Вот как, скажем, для иудеев, Павла, в том числе, характерно думать о потомках Авраама или потомках Исаака, как о тех, кто содержался в нем, в биологическом, в молекулярном, если хотите, смысле. вот все потомки Адама, во всех перешла смерть, потому что Адам отвернулся от Бога, потому что Адам согрешил. Ну, мы не готовы сегодня принять этот способ рассуждений, потому что мы все-таки себя считаем отдельными друг от друга, самостоятельными существами, что, по-видимому, справедливо. И гораздо больше думаем в терминах общей, простите, в терминах индивидуальной, личной, ответственности перед Богом. Павел же считает, что вот есть человечество в целом, оно олицетворено, начинается в Адаме, и в нем все согрешили, и грехом перешла смерть во всех человеках. Повторю, это не единственный способ рассуждать на эту тему в Священном Писании. Скажем, сам Бог через пророка Изекиеля говорит о том, что сын не будет причастен в вине отца, отец не будет причастен в вине сына. Вообще по-другому, скажем, Изекиель в том, что Бог ему открывает, не видит этой связи между предками и потомками, и для него там было бы неприемлемо. Вот это рассуждение Павла. Тем не менее, Павел здесь думает так, для него это важно, потому, наверное, что он возвращается к своей мысли в предыдущих главах, все согрешили. Мы в Адаме все по природе своей, по нашей общей природе, так или иначе не дотягиваем до Бога, так или иначе Богу не верны. Смерть царствовала от Адама до Моисея, и над не согрешившими, и согрешившими по закону, не по закону. Павел говорит о том, о чем он уже говорил в конце первой, в начале второй главы, что на самом деле важно не по закону, под законом, не под законом, как ты живешь перед Богом. В правде, в заповедях, в свете Божьем или нет. И вот он говорит теперь о том, что в Адаме мы все потомки Адама, и мы все на самом деле уклонились, лишены славы Божьей. И действительно Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Но мы грешники и подвержены смерти не в связи с законом или его отсутствием, а просто потому, что мы все люди. Обратите внимание, что это продолжается все-таки разговор Павла про иудейский закон и его место в пути крестьянина к Богу. И вот он говорит о том, что в конце концов, в конце концов, как в преступлении Адама мы все пали, согрешили, погибли, так теперь в воскресении Христа в благодати Иисуса, в праведности Божьей в Иисусе Христе мы будем, этот дар благодати будет преизбыточествовать для многих к оправданию. Может быть, Павел и не имел в виду вот такую прямо стройную теорию наследования первородного греха. Она вообще не для всех христиан близка, особенно для православных. Все-таки как-то это сложная конструкция, не очень убедительная. Но, может быть, Павлу в каком-то смысле в литературно было нужно предложить, увидеть, что вот мы все люди, мы все так или иначе виноваты. Вот Иисус, который нас всех спасает, который нас всех оправдывает, через которого Бог дает дар благодати к оправданию от преступлений. И теперь дар праведности будет царствовать жизнь посредством одного Иисуса Христа. Может быть, это важно для Павла сказать о нашей единой человеческой природе, о том, что мы все в общем более или менее одинаковыми путями ходим перед Богом, вне зависимости от того, подлежим мы закону формально или не подлежим, но спасаемся мы одним и тем же Иисусом Христом. Снова он повторяет вот эту симметричную конструкцию, чтобы читатель попробовал ее увидеть как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдой одного всем человеком оправдания. То есть, собственно, он хочет сказать простую мысль. Иисус умирает за всех и спасает всех, каждого, любого человека, независимо ни от чего. И дальше апостол в конце этой пятой главы говорит, когда умножился человеческий грех, вот этот дар милости Божьей, дар бескорыстной щедрости Божьей, которую он называет благодатью, преизобилует, чтобы этот дар спасения, дар оправдания воцарился к жизни через праведность, воцарился к жизни через Иисуса Христа. Вот, собственно, наверное, самое главное для апостола во всем его рассуждении, по крайней мере, в первой половине послания, что жизнь дается нам, Богом, во Иисусе Христе, а все остальное, все остальные обстоятельства второстепенные, по-настоящему важно только доверяем ли мы этому дару жизни, данному нам во Иисусе. иисусе ント